Во имя Отца и Сына и Святаго Духа То сразу возникает очень много вопросов Не судите Но институция суда присутствует в роде человеческом С самого начала существования человеческой цивилизации Суд это непременное, совершенно условие Восстановление справедливости в отношениях между людьми Ради этого суд и был учрежден еще на заре, как я уже сказал, человеческой истории А почему же тогда Евангелие предупреждает нас о том Чтобы мы не смели судить других И еще говорит о наказании Если судите другого, то и сами будете судимы И не только на том страшном суде А еще при каких-то иных жизненных обстоятельствах Почему же так? А потому, что действительно В том суде, который мы с вами часто творим над ближними нашими И которое в обиходе называется осуждением Меньше всего присутствует поиск справедливости Иногда бывает так Но чаще всего это поиск той справедливости, которая кажется справедливостью для нас самих Мы сами в этом суде определяем, что хорошо, а что плохо Мы не отсылаемся ни к божественным законам Ни к государственным законам Мы просто говорим Мерзавец он И все тут Вот и суд наш свершился А если так, то я не буду с ним иметь никакого дела Так вот этот человеческий суд является грехом Почему? Потому что от нас сокрыто то, что происходит в сознании и душе другого человека Нам кажется, что он плохой А на самом деле, может быть, он очень даже хороший Только этой хорошей стороны его жизни мы не знаем От нас сокрыто Человек не на показ делает добрые дела Мне в своей жизни приходилось встречаться с удивительно добрыми людьми Которые внешне не были похожи на добрых Они не очень часто улыбались Не были очень компанейскими Но так много творили добрых дел Среди них героические люди, представляющие нашу медицину Которые ни с временем не считаются Ни со здоровьем не считаются Которые стоят у операционного стола часами И никогда не выпячивают эту свою добродетелей О ней знает узкий круг людей Вот попробуйте осудить такого человека Да тут же Бог и накажет Не судите, да не судимы будете И поскольку действительно от нас сокрыты сокровенные стороны человеческой личности Грех судить Если уж очень кто-то вас раздосадовал Скажите такие слова «Предаю тебя в руки суда Божьего» «Пусть Господь над тобой совершит суд» «Я тебя, а не сужу» «Но мне кажется, что ты сделал что-то очень плохое» «Пусть Господь тебя судит» Сказанное, конечно, не относится к суду «И это в властных и в могущественных людей» Суд принимает несправедливое решение И затем страдает невинный человек Вот тут уж даже представить себе трудно Как этот судья предстанет пред судом Божьим Если он хоть кого-то погубил Не по справедливости, не по закону А по другим превходящим обстоятельствам Равно, как и те, кто повлиял на судью Чтобы он совершил несправедливый суд Даже страшно представить Как эти люди предстанут пред судом Божьим Господь милостив Он простирает свою милость и свое прощение на всех Но для того, чтобы обрести это прощение Мы должны, во-первых, осознать свою греховность И сказать «Я виноват! Я неправильно судил!» Или «Я неправильно поступил!» «Прости меня, Господи!» Это первый шаг на пути избавления от последствий греха А второй шаг очень тяжелый Но тоже необходимый Попросить прощения у того, Кого несправедливо обидел И вот если будем жить по такому Божьему закону То первое, что у нас быстро нормализуется Это семейная жизнь Потому что живут вместе люди Еще иногда и в достаточно стесненных обстоятельствах Да и при входящие какие-то обстоятельства Не всегда благоприятные Нервы не выдерживают Начинают ссориться Ссоры перерастают в семейную драму Если люди вовремя не останавливаются Это распадаются семьи Вот это, конечно, большой грех И большое преступление пред Господом Поэтому все те, кто сам совершил суд Над ближним своим В результате которого действительно Произошло нечто греховное и опасное Должен всегда помнить Что это действительно тяжелый грех В котором нужно каяться И осознавая этот грех Больше никогда к нему не возвращаться И не повторять Сегодня мы осветили этот Божий храм И я хотел бы выразить сердечную благодарность Ладыке Феогносту Как и полагается правящему архиерею Отцу-настоятелю Приходскому активу И всем, конечно, добрым людям Которые помогали возводить Этот замечательный храм Божий В таком прекрасном месте И то, что я сегодня упал Ничего не значит Да, просто пол прекрасный В него смотреться можно Такой он блестящий и гладкий Но когда на него падает вода Даже святая То работают законы физики По этому прекрасному полу Я сегодня так неудачно прокатился Но по милости Божией Без всяких последствий Но зато напомню Все вы запомните, конечно, сегодняшний день Как и я его запомню Но с радостью И с благодарением ко всем вам За то, что вы И вашими трудами Вашими молитвами Вашими пожертвованиями Был построен этот замечательный храм Благодарность большая Я владыке Феогносту Еще раз Который много потрудился Чтобы эта святыня была здесь воздвигнута Благодарю всех жертвователей Тех, кто трудился здесь Еще и еще раз И пусть храм В честь святых Праведных Князей Петра и Февронии Покровителей брака Будет всегда В том числе Тем местом Где молодые люди Вступающие в совместную жизнь Молились бы Пред лицом Божьим Получали благословение Через таинство Бракосочетания А если когда-то Потом в жизни Что-то заискрит Что вы помнили Что этот храм Для них Купель В которой родился Их брак И сюда может быть Нужно прийти Помолиться Исповедь Принести священнику Причаститься Святых Христовых тайн И милостью Божьей Может быть И напряжение Которое возникло В семье Пройдет Очень бы хотелось верить Что человек С искренней верой В душе Способен сам Без всяких Даже третейских судей В том числе Излечивать И семейные конфликты И возникающие Иногда Между самыми Близкими людьми Неприязнь Мовелитвами Святых Петра и Февронии Да хранит Господь Брак честной В который вступают люди Брак тех Кто уже долгие годы Живет семейной жизнью Да поможут Святые Петр и Феврония Своими молитвами При лицом Божием Находить И соединять Два любящих сердца И хранить любовь До самого последнего Издыхания Я хотел бы в память Об этом замечательном Сегодняшнем событии Преподнести Для этого храма Икону Скоропослушницы Называется так Потому что Молящийся перед иконой Сей С верой глубокой И надеждой Получает Скорую помощь В том случае Если грех Не становится Преградой Между Молящимся Человеком И Богом Вот дай Бог Чтобы именно так И развивалась Наша церковная А также Христианская жизнь Каждого Православного Человека Каждого члена Нашей Матери Церкви Продолжение следует...